Всем привет! Очередной влог. Уже, кстати, на новую камеру. Вы чувствуете разницу? Кстати, мне очень много людей написали насчет камеры. Вы знаете, я передумала продавать, я поняла, что у этой камеры есть свои плюсы, а у той камеры есть свои плюсы. Поэтому я продавать свою старую камеру не буду. Все-таки в вопросах с фокусом прошлая моя камера справляется намного круче, чем эта. У этой очень много своих минусов, и единственный плюс это то, что здесь есть выход микрофона. Если вам не нужен выход микрофона, и вы не снимаете мукбанки, то смысла покупать эту камеру и платить почти в три раза больше я, если честно, смысла не вижу. Поэтому свою ту камеру я решила не продавать и оставить просто понадобиться. А сегодня ко мне в гости должна прийти Желли со своей сестрой. Ой, я заказала. Как вы думаете, что я заказала? Что придумала Айка? Что приготовила она? Конечно же, роллы. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что если беременная девушка, или женщина, захотела чего-то, обязательно надо ей это доставить. А вместе с нами на посиделках должна была быть и жена брата. Но у нее в последний момент не получилось, поэтому мы сейчас отделим для нее часть, и я отнесу к ним домой. Да, чтобы было по чесноку, и чтобы ей было приятно. Посмотрите, какие роллы обалденные. Это от Епоши. Они вообще красавчики, очень классно делают. Смотрите, как это все аппетитно выглядит. Ох уж будут посиделки. Я вот нашла вот такую посуду, и сюда все это размещаю для нее. Я, кстати, перешла уже на другую камеру. Все это я вынимала и клала сюда с помощью палочек. Так что не переживайте. Своими ноготочками, пальцами я не дотрагивалась. Берем один имбирь, васаби. Так, палочки, и все, в путь. А тут у меня на загрузке видео для моего второго канала, для бумажного канала. Я еле держу себя в руках. Мне так хочется начать это все хомячить. А жалея опаздывает. Вот что делать, а? Что делать в таких случаях? Хочется хоть одно все остывать. Все такое вкусное. Вообще, кушать без гостей, это очень некрасиво. Красиво. Вот, это прям без культурья, наверное. Но кто сказал, что я культурная, а? Его я тоже прям накормила досыто, чтобы не смотрел голодными глазами на гостей. Не позорил меня. Ты поел, ты съел две упаковочки рагу. Наелся, мальчик. Я тоже ужасно выгляжу. Мне мой парень говорит, что чем дальше, тем больше я становлюсь похожей на жалея. Как вам? Теперь у нас почти одинаковые брови. Такая усталая сегодня. Обожрелись, сидим, болтаем. Я совсем забыла вам что-то поснимать. Сейчас покажу вам стол. Так, без тебя. Вот так вот у нас. После. Уже все съел. После вкусия. Мы вот в домино сейчас собираемся играть. Но никто не умеет играть, кроме меня. Что ж такое? Красиво очень. Сколько стоят такие ноготочки сделать? Сколько мы даем? 25 всего. 25? Всего. О, хорошо. И это вместе с дизайном, да? Ну я на свои ногти, да? Это не наручим. Это не наручим. Классно. Держится нормально у тебя все? Супер держится. И мои. Самоделкино. Мои гости уже ушли. Если честно, особо снимать я не стала. Просто посидели, поболтали от души. Не стала ссубать постоянно камеру. Мне кажется, что мои окружающие уже задолбались с моими влогами. Поэтому просто провели время вместе. Но на этом завершать влог я не собираюсь. Завтра я иду покупать себе новое золотое кольцо. А почему я решила это сделать? Все очень просто. Мой двоюродный брат, мой братик, решил меня поздравить с днем рождения. Потому что я собиралась отмечать день рождения. Потом так получилось, что я его не отметила. Он сказал, что все равно я тебя поздравить должен. И они, кстати, всегда дарят мне деньги. Потому что мне сложно угодить. Но я, если честно, обрадовалась, что они мне подарили деньги. Я решила пойти и купить себе золотое колечко. Поэтому не выключайте видео. Завтра мы с вами идем выбирать колечко. Я хочу какой-то, знаете, наподобие вот этого Альянс взять. Но только надо размерчик маленький. И я очень хочу золотое кольцо с эмалью. Надеюсь, найду то, что я хочу. Доброе утро, мои родные люди. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Стало очень поздно. Сейчас надену вот этот мой свитер. Накрашусь. Со скоростью света позавтракала. И пойду покупать себе колечко. Сейчас я буду наносить легкий макияж. Брови трогать, наверное, не буду. Оставлю как есть. Или, может, немножко добавлю хвостик. Опля. Накрасилась и сразу такая красотка. Блеслия губ скоро сотрется. Потому что мы ходим в масках. Обязательно везде в масках. Особенно в больших торговых центрах. Я как раз таки иду в торговый центр. Но он не супер большой. Такой там, знаете, на одном этаже только золото. Я, кстати, покупала вот это кольцо в одном магазине в Ахмедлах. И я его купила намного дороже, чем в этом торговом центре. Кто живет в Азербайджане, в Баку, это Лачин. Там очень дешево. Я в Ахмедлах рядом с Золушкой в одном магазине купила это кольцо. И она мне типа по скидке, по очень выгодной цене продала. А я потом пошла в Лачин и увидела, что грамм золота там стоит намного дешевле, чем я купила. То есть я где-то проиграла 800, может 900 рублей. Поэтому теперь, Айка, умнее и покупать золото нужно там, где есть огромный выбор. Так вам на заметочку. Там есть конкуренция и, следовательно, хорошая цена. Поэтому я направляюсь именно туда. Я планировала, на самом деле, еще вчера сходить и купить себе колечко. Но так получилось, что вчера у меня были гости, времени не было. Поэтому идем сегодня. Выбор здесь, конечно, просто огромный. Но каждая моделька представлена в единственном экземпляре и в единственном размере. А это, естественно, усложняет нам с вами задачу, потому что палец у меня 15-го размера. И вот такая вот моделька нашлась на 15-й размер с таким аметистом. У меня, кстати, еще есть сережки из Sunlight'а с аметистом, но он посветлее камушек будет. Еще вот такая модель. Я вот все модели, которые были моего размера, я вам поснимала. Кое-что немножко болталось, что-то прям впритык было. Например, вот это кольцо, это арабское золото, очень высокой пробы. И это кольцо, кстати, стоило очень дорого и отличалось по цвету с остальными ювелирными изделиями. Прям сразу видно было, что это какое-то другое золото. Но я слышала, что эти изделия очень хрупкие. Такой высокой пробы не стоит покупать. Вот такая еще моделька. Тоже мне понравилось. Все, что я вам показываю, это те модели, между которыми я сомневалась, топталась, думала брать, не брать и так далее. На удивление мне понравилось вот это кольцо. Смотрелось невероятно богато. Вот прям, знаете, такая женщина в возрасте. Конечно, мне не по возрасту, но мне такие модели на самом деле очень нравятся. Нравится, когда кольцо какое-то необычное. Но в то же время люблю, когда ты носишь его каждый день, и оно нигде не цепляется, не болтается. Вот это кольцо вот очень понравилось мне. Но оно немножко болталось. И ходила я туда-сюда. И вот это мне понравилось. Но оно было просто огромным. Но можно, кстати, его купить на маму. Но здесь 11 грамм. Представляете, как много. Да-да-да-да. Чувствуете какую-то разницу? Что же новенького появилось? Сережки. Ходила за колечком, обошла все прилавки. Хотела 15 размер, чтобы мне вот на этот пальчик. И нигде нету. Либо есть модельки, которые мне не нравятся. Буквально 5-6 штук. Я их вам засняла и показала. А в основном все мне большое. И говорят, что надо пойти к ювелиру и уменьшить размер. Но в таком случае тогда теряется грамм. То есть граммов становится меньше. Я не хочу. Я знаю, что это даже незаметно и так далее. У меня был негативный опыт, когда я брала большие корни. И потом меняла размер. В общем, короче, не люблю я это все дело. И когда я уже выходила, я уже решила все. Я ничего не нашла. Расстроенная. Уже пошла к выходу. И там был последний прилавок. И там был такой мужик пожилой. Такой очень культурный. Такой, знаете, сдержанный мужчина. Где-то, наверное, мне в дедушке годится, наверное. Ну, где-то так. Может, в отцы. В общем, он мне показал вот эти сережки. И мне они так понравились, девочки. Так понравились. Это настолько красиво. Я прям влюбилась сразу. И он еще предложил очень хорошую цену за них. Вот. Я хотела кольцо где-то на грамм, на полтора. Где-то вот такое вот колечко. Вот. Ну, хорошо, что с собой у меня были еще денежки. И я добавила. И купила себе вот такие сережки на память от братика. Вот. По идее, деньги, когда тебе дарят, ты их просто тратишь и забываешь. А я считаю, что когда дарят тебе деньги, обязательно нужно себе что-то покупать на эти деньги. И оставлять на память. Это очень круто, когда тебе дарят деньги. Ты сама можешь выбрать то, что тебе действительно необходимо. Моя камера, конечно, это не лучший выбор для съемки именно ювелирных изделий. Плохо фокусируется и не очень хорошо видно. Но вы, в общем-то, поняли, какого типа изделия. Мне очень-очень нравится. Нежно смотрится. Застежка прочная, надежная. Английский замочек. Я обожаю именно такую застежку. И вот такие вот шарики. Внизу здесь белое золотое, здесь желтое. Смотрится обалденно. Вот бирка от моих сережек. 3 грамма 21. Обошлись они мне 300 монат. А это сережки, которые были на мне, когда я пошла покупать сережки. Блин, фокуса нет. Ну, в общем, вот такие сережки. Но эти вы видели уже миллион раз. Я их вам показывала, когда показывала покупки санлайта. Вот такие вот сережки. Походу, кольцо мне придется искать только в санлайте. Потому что там как раз-таки размерчики. И 15 есть, и 15 с половиной. И какой хочешь. Блин, как мне нравятся эти сережки санлайта. Они, знаете, грамм немного здесь. Здесь полтора грамма всего. Но у них такая крутая застежка. Это просто намертво. Вот. И, кстати, вот это вот для мочки уха. Тоже большое вот пространство. То есть не только детям, а взрослым. Даже с большой мочкой уха все равно подойдет эти сережки. Я очень довольна. Прям супер. Ну все, я пойду пить чай, отдыхать, радоваться приобретениям. Как вы думаете, стоит ли спать с этими сережками? Я просто ненавижу снимать, одевать, снимать, надевать, снимать, надевать. Для меня один раз наделай и все, месяца два ходишь. Вот как с браслетом. Или как с цепочкой. Даже когда купаюсь, я не снимаю. Вот. Ну надеюсь, что ничего не погнется, не помнется. А так застежка офигенная. На этом все. Всех люблю, целую. С вами была Кремель. Всем пока.